Председатель Комитета государственного контроля Василий Николаевич Герасимов доложит в течение 5-7 минут о претензиях. Вы проверяли всю страну на предмет готовности к уборке урожая. Докладывайте, какие выявлены проблемы и к кому конкретно есть вопросы. Следующий генеральный прокурор. Контрольно-аналитическими мероприятиями касаясь уборочной кампании 2023 года были выявлены следующие вопросы. Первое. В целом по стране не отремонтировано 109 зерноуборочных комбайнов и 53 зерносушильных комплексов. Далее. Как уже отмечалось, проблема с механизаторами. Помимо того, что не хватает помощников и в принципе механизаторов, из-за которых были выявлены случаи, когда комбайны не ремонтировались или же они просто стояли, выявилась другая проблема. Это неявка привлеченных механизаторов, что говорит о дисциплине. Ну а там знают, кто не прибыл? Списки людей, откуда мы должны их взять? Конечно. Сельхозпредприятия. Они знают? Конечно. Ну так вы разберитесь. Да. Разберитесь вместе с правительством, кто не выделил этих людей, почему они не прибыли. Это же главное. Что за исполнительская дисциплина? Сегодня мы все готовы воевать на мирном фронте, а люди отказываются. Совершенно. Уже на начальных этапах уборочной комбайны установлены факты некачественной уборки урожая. Были вскрыты случаи, когда убирались, например, рапсы, за рапсом все усеяно зерном. В этих случаях мы снимаем комбайны, и они идут или на регулировку, или на ремонт, и такие факты не единичны. Перевозка зерна без укрытия тентов. Необеспечение его сохранности. Если в каких-то случаях были условно там дырки в навесе, то в Гомельской области были вскрыты факты, когда идет дождь и лежит неукрытое зерно. Не соблюдение противопожарной безопасности. Такие факты установлены в Брестской, Минской, Могилевской области. Нет ни огнетушителей, ни машин, которые или цесерна, или пожарная машина. Не подготовлены складские помещения для хранения урожая. Такие факты были вскрыты во всех областях. По кормозаготовке. Меньше у прошлого года значительно кормов и страф во всех областях, кроме Брестской. Но вскрыты масса фактов нарушения технологических регламентов заготовки кормов. Это козьба после наступления оптимальной фазы развития трав, закладка сенажной массы с превышением установленных сроков, заполнение траншей, некачественная трамбовка. И в некоторых районах это была массовая закладка без консервантов. Ну, я уже не говорю о закладке в Курган. Вкратце. Присаживайтесь, спасибо. Председатель Минского облсполкома Турчин. Все, что доложено, это неправда? Добрый день, Александр Григорьевич. Ну, на сегодняшний день из 1700 комбайнов, которые у нас задействованы в уборке, неисправны 16 комбайнов. Всего лишь. Менее одного процента. Второе, конечно, тут не хотелось бы отнимать ваше время по поводу того... Техосмотры эти комбайны прошли, чем вы докажете, что у вас 16 только не отремонтированы? А не техосмотр прошли, эти комбайны, кроме 16? Ну, конечно, не все комбайны прошли технический осмотр. Так о чем вы говорите, что они готовы? А если завтра эти комбайны проверят в поле, и там сеять не надо, комбайны высевают после себя зерно, что тогда? Я же установил порядок, чтобы вся техника прошла технический осмотр. Вы что, не выполняете мое распоряжение? Выполняем, Александр Григорьевич. Что касается зерносушильных комплексов, у нас неисправно 15 штук из 500, которые у нас есть в Минской области. Но это старые зерносушильные комплексы. С учетом того, что мы в прошлом и позапрошлом году построили 28 новых зерносушильных комплексов, мощных, поэтому вероятность того, что мы будем задействовать эти старые сушилки, весьма низкая. Мы справимся с теми зерносушильными комплексами, которые у нас находятся в исправном состоянии. Хорошо. Проверьте принципиально и мне доложите в течение недели. На следующей неделе мне принципиально доложите. Все, что сказано губернатором, должно быть проверено. Отговорки здесь не принимаются. Разберитесь по всем вопросам. В Министерстве сельского хозяйства заставьте их создать комиссии специалистов, которые сделают соответствующие выводы. Под забором не может стоять никакая техника. Мы же договорились, что если не можете отремонтировать, ее нужно отдать промышленникам, они ее восстановят и за полцены продадут. Присаживайтесь. В Витебской области. Мы пойдем активно в уборку через полторы где-то недели. На данный момент у нас пока неисправны только 24 комбайна. Срок их ввода будет до 24 числа. То же самое, я вас предупреждаю. Технический осмотр является свидетельством того, что комбайны и другая техника исправны. Все остальное не принимается. У нас технический осмотр получили 78% всех комбайнов. Половина из недопущенных. Причина это просроченный лизинг. Мы сейчас активно платежи эти дополняем, выплачиваем и также будем запускать. До 26-го, до начала массовой уборки, все комбайны будут с техосмотром. Лично министр сельского хозяйства несет за это ответственность. Как ответственный за Витебскую область. Значит, с этой вот уборочной кампанией министра сельского хозяйства помощником в Витебскую область. И мне, Игорь, докладывать еженедельно о ситуации в Витебской области. Похоже, там забыли, что надо работать. И все ждут на какую-то надежду. У них, что придет кто-то, деньги принесет и еще чего-то. Ты знаешь наши подходы там. Должно быть реализовано. Вместе с Субботиным за это головой отвечаешь. Присаживайтесь. И определитесь по министру сельского хозяйства, Роман Александрович. На следующей неделе, чтобы была кандидатура. Мы не можем убирать хлеба, когда нет ответственного за это. Присаживайтесь. Генеральный прокурор, какая область больше всего вызывает у вас недоразумение и настороженность? Два региона, товарищ президент. Это Витебщина и Гомельщина. На сегодняшний день по ряду позиций вызывает у нас настороженность, потому что и по готовности, по проведению работ, связанных с уборкой урожая, и то, что касается крупнорогатого скота, здесь у нас есть серьезные претензии. Если на фоне других регионов там есть определенные положительные тенденции, то на Витебщине, к сожалению, тенденцию с падежом крупнорогатого скота переломить до сих пор не удалось. К падежу мы еще вернемся на семинары, которые проведем в ближайшее время. Вопрос к Назарову. Вы с Крупко взялись за Гомельскую область и клятвенно меня заверяли, что там будет порядок и про Гомельскую область в негативном ключе говорить не будем. Я так понимаю, вы там не бываете, да? Александр Григорьевич, я хочу заметить, что генеральный прокурор сказал, что ситуация стабилизировалась в Гомельской области, в том числе по падежу скота. Нет значительных и таких заметных успехов. Это другой вопрос. Поэтому ситуация там... Мы недавно буквально проводили там совместное совещание, генеральный прокурор, министр внутренних дел на базе одного из районов. Поэтому сказать, что там критичная ситуация, сейчас уже нельзя. Но я докладываю, что вы вообще специалистам там зарплату не платите. Я просто не помню это хозяйство. Вот прямо оттуда люди докладывают, что там не платят зарплату и все. Как вы хотите уборкой заниматься, если вы людям не платите зарплату? Надо снять со всех статей деньги и заплатить людям за работу. Я не говорю, что вы должны в хозяйстве, где сегодня собирают 9 центнеров или 10 центнеров зерна с гектара, что-то платить там чрезвычайное. Что вырастили, то пусть продадут. И живут за это. Они же прекрасно понимают, если нет продукции, нет денег, какая зарплата? Но там, где люди работают и заработали, надо заплатить. Обл. исполкомы, райисполкомы должны весь свой фонд направить туда, если не хватает денег. Мы с губернаторами еще будем встречаться, обсуждать. Может быть нам, понятно, денег, вот бюджетные кредиты, областные бюджеты помогают, да? Может их не размазывать, надо тонким слоем по всем давать, а вот давать в те, ну, максимально сконцентрировать средства, те хозяйства, где можно получить быструю отдачу. А то, что касается, Александр Григорьевич, что в Гомельской области ситуация, ну, сейчас берем падеж скота, она действительно и с воровством скота, она скабилизировалась. Там нет таких проблем, как были. Уточним. У вас в руках все. Решение и по кадрам принято. Еще раз хочу публично об этом сказать. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволится без решения райисполкома, председателя райисполкома. Уволился, никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. Более того, я хочу добавить. И по вертикали ни один председатель райисполкома и прочее по их областному реестру тоже не может бросить работу. Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое ни один механизатор, доярка там и так далее в сельхозпредприятии, колхозе, совхозе не может шагу вступить в лево-право без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность. Еще раз говорю. Лучше воевать в поле, чем на фронте. Неужели кому-то это непонятно? Наводите железный порядок. Все идет от кадров. Есть нормальный руководитель. Значит, организация, колхоз, совхоз и прочее будут нормально работать. Нет, работы не будет. Будем тратить, как всегда, бешеные деньги, технику, удобрения, кредиты выделять, отрывать от пенсионеров и врачей-учителей и туда направлять. Но если есть отдача, так ладно, будем кредитовать. Но если нет отдачи, какие могут быть разговоры? Никаких разговоров быть не может. Присаживайтесь. Александр Николаевич Рогожник. К вам претензии, как к министру промышленности. Почему неисправные комбайны и другую технику отправляете в сельхозпредприятие? Александр Григорьевич, с этим фактом я разберусь, но я вас уверяю, что техника производится с достаточным уровнем надежности. Я приведу вам один только пример. Я только вернулся из Кемерово, и там посещал фермерское хозяйство. И претензий по отношению к нашей технике, руководителя этого хозяйства, было ровно ноль. Александр Николаевич, я понимаю, что эксплуатация и надежность техники зависит не только от техники, но и от того, кто сидел за рулем. И дело было не в бобине, как говорят водители. Но вы разберитесь. Есть претензии, наверное, и к сельхозтехнике, которую мы поставляем на село. И то, что там в Кемеровской области вам сказали, что хорошее. Ну, значит, вы на экспорт делаете хорошую технику, а внутри страны поставляете плохую. Техника одинаковая, Александр Григорьевич, я вас уверяю. Ну, вы разберитесь. Конечно. Пойдем дальше. По председателям облсполкомов, Брестский облсполком, вы раньше всех начали уборку. Что на сегодняшний день? Давайте не сыпать цифрами, а в общем, сколько вы убрали, что убрали, и какие ваши впечатления по уборке и культурам? У вас же Господь не обидел, у вас Гродно, весь Запад, шли постоянно дожди. Что у вас с уборкой? Товарищ президент, участники совещания, Брестской области сегодня убрано 12%, что показывают цифры. Урожайность сегодня в среднем 41 центнер, он соответствует уровню прошлого года. Мы убрали полностью озимый ячмень, он дал урожайность 45,8 центнера, в прошлом году было 52 центнера. Значит, убрано сегодня больше половины рапса, рапс сегодня показывает более высокую урожайность, порядка 30, в прошлом году было 24 центнера с гектара. Поэтому, согласно заявленным и расчетным, то, что у нас сегодня на полях, мы предполагаем убрать, намолотить без гречихи, кукурузы и проса миллион 250 тысяч тонн, что соответствует среднестатистическому году по Брещену непосредственно. Сегодня проблемных вопросов по подготовке техники, по хождению всяческих осмотров, техосмотров в том числе, работы сегодня зерносушильных комплексов, работы элеваторов, у нас текущих вопросов нет. Что касается кормов, нам удалось сегодня выйти на уровень прошлого года. Есть определенный ряд районов, где из-за засухи мы не добираем где-то полкормовой единицы, одной кормовой единицы, но это пока не ставит никаких угроз для обеспечения сегодня скота зимовки. Мы планируем заготовить свои 31 центнер в кормовых единицах и обеспечить при этом свои показатели, которые мы себе поставили в задачу. Топливо есть, механизаторами обеспечено 222. Мы привлекли, как бы это стабильно. Профсоюзы сегодня работают в парке по обеспечению питанием правильным, награждением. Все организовано. Пожарные службы докладывают мне то, что сегодня необходимые комплекты для работы на отдельных участках полей обеспечены. Текущие вопросы, как отметили сегодня и комитет государственного контроля, прокуратура, к сожалению, имеет место, но они, так сказать, исправимы в ближайшее время непосредственно. Поэтому я предполагаю, что уборка Брестской области пройдет в штатном режиме. Спасибо. Проблемных вопросов нет. Понятно, Юрий Витальдович. Владимир Степанович Караник. Добрый день, уважаемый товарищ президент, уважаемые участники селектора. По Гродненской области на сегодняшний момент нам необходимо убрать почти 300 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, 68 тысяч гектаров рапса. Начала заблаговременная подготовка к уборочной кампании. Еще осенью прошлого года выделялись из средств местного бюджета льготные кредиты на закупки запчастей, что позволило обеспечить приемлемый уровень подготовки техники. На сегодняшний момент готовность техники, подтвержденная техосмотром, 99%. Это техника, которая не только подготовлена, но и прошла техосмотр. Из 364 зерно-сушильных комплексов готовы 360, по 4 работа будет тоже закончена к началу активной фазы уборочной кампании. То, что касается Гродненской области, одна из самых больших нагрузок на комбайн, это больше 300 гектаров. Спасибо за принятое решение о возможности приобретения 100 комбайнов. Из них 65 уже получено в хозяйстве, 22 находятся на площадках уже в области и проводится их предпродажная подготовка, 10 оплачено. То есть суммарно 97 комбайнов будут получены в ближайшее время из 100. Но плюс другие источники финансирования за этот год планируется в области закупить 147 новых комбайнов. Наряду с высоким уровнем подготовки парка имеющейся техники, это должно тоже обеспечить проведение уборочной кампании в оптимальные сроки. То, что касается привлеченных механизаторов, 565 согласно решению исполкома мы привлекаем для уборочной кампании, 265 это с промышленных предприятий, 230 это переводится с других участков в СПК. Вот разница между обозначенными к привлечению и фактически работающим обусловлена на то, что в оставшихся 104 пока нет потребности. По мере необходимости они будут переводиться с других участков, чтобы в полной мере обеспечить потребность в людях. Поэтому с кадровым обеспечением проблем мы тоже не видим. Урожайность несколько ниже, чем в рекордном прошлом году на уровне 50 центнеров с гектара, 49,4,50 в зависимости от культуры. Но по нашим расчетам среднестатистический годовой сбор зерна в этом году получить тоже удастся. То есть мы не достигнем рекордной цифры прошлого года, но стандартный объем зерна, который обычно получает Гродненская область, будет собран. Ситуация с заготовкой кормов несколько сложнее, чем в прошлом году. Мы видим отставание, связанное с того, что первый укос оказался хуже прошлогоднего, второй мы уже тоже практически закончили. Занимаемся уборкой луговых пастбищ для того, чтобы восполнить потери. По нашим расчетам, если средний уровень обеспечения это порядка 30,5 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, то в этом году будет 29,7. То есть мы чуть-чуть не доберем до среднего значения, но с учетом того, что 8,7 центнеров у нас в остатках, тоже проблем с обеспечением кормами мы не видим. Кроме того, сразу скажу, что в области принята политика нулевой терпимости к припискам, поэтому совместно и с Комитетом госконтроля, с МВД достаточно жестко проводятся все проверочные материалы, когда мы получаем статистическую информацию на отчетную дату, следом начинаются проверки, насколько эта информация достоверна. Поэтому на сегодняшний момент каких-то проблемных вопросов мы не видим. Уборочная кампания будет обеспечена техниками, людьми, топливом, ну и мы плавно, скажем так, уже сейчас начинаем меры по подготовке озимого села подражая 2024 года. Это уборка соломы с полей и подбор площадей под озимой культурой, поэтому эти работы будут проводиться параллельно. Спасибо, доклад окончен. Спасибо, Владимир Испанович. Александр Генрихович, вы как думаете выходить из сложившейся ситуации? Ну, ситуация, понятно, что сложная, но на наш взгляд не катастрофическая. Значит, вот первое, то, что мы сегодня убираем озимый ячмень, да, конечно, урожайность значительно ниже прошлого года, но тут я, на мой взгляд, тут есть определенные объективные и субъективные причины. Мы фактически уже это завершили с этой культурой. Дальше идем с рапсом. С рапсом мы приблизительно идем пока в параметрах чуть-чуть ниже прошлого года, но, тем не менее, там 230 тысяч тонн масла семян рапса мы планируем получить. Что касается зерна, зерно я не хотел бы сейчас как бы давать оценки, потому что ситуация по области, она неоднородная. В отличие от севера, где большие проблемы, это Вилейский, Мядельский район, где там на самом деле серьезные вопросы были с засухой, но с другой стороны эти районы никогда нам не давали большого вала зерна. А вот южные регионы, где все-таки дожди проходили, поэтому там ситуация более лучшая, поэтому, наверное, через дней 7-10, когда мы войдем в массовую уборку, наверное, тогда уже можно давать более-менее прогнозы по валу зерна в текущем году. Понятно, что он будет ниже, чем прошлый год рекордный, но, опять же, как вот коллеги говорили, где-то на уровне каких-то среднестатистических показателей работы области в этом направлении не будут. Я хочу предупредить вас и докладчиков, которые после вас будут. Вот этими вот прогнозами мы сыты, не надо об этом сегодня говорить. Говорите по существу, какие у вас проблемы, какие недостатки. Открыто и честно. Тысячи людей вас слышат. Александр Николаевич, ну, я еще раз говорю, у нас сегодня проблем, которые были бы связаны не с, условно говоря, определенными особыми природно-климатическими условиями в области нету. И мы сегодня, слава богу, дожди пошли, и мы сегодня видим, как прогрессирует наша кукуруза. Поэтому это будет наша добавка к тем потерям по заготовке грубых кормов, в частности, сеножа. И мы, конечно, потом определимся, какое количество зерна кукурузы нам надо будет убрать для того, чтобы восполнить потери в недоборе урожая зерна. Поэтому тех вопросов, которые требуют решения на уровне главы государства, у нас нет. Единственный вопрос, Александр Николаевич, мы уже его поднимали, и большая есть просьба. Нам надо до 1 августа погасить топливо, которое мы брали в прошлом году. До 1 августа, с учетом вот этих наших обстоятельств, это будет делать крайне сложно. Почему мы просим хотя бы чуть-чуть отсрочить возврат этого зерна в материальный резерв? Потому что, если мы на 1 августа его не погасим, то там начинается выплата штрафных санкций. Это было вашей поддержкой в прошлом году, и у меня большая просьба, если это возможно, поддержать нас в этом. А все остальные свои обязательства по возврату бюджетных кредитов, всего остального, Минская область, как бы не была сложна, она уже на сегодняшний день исполнена. По всем проблемам, которые вы обозначили, в том числе по возврату, правительство на этой неделе и следующее примет решение. Большое спасибо вам за поддержку, Александр Георгиевич. Нет, подожди, я же не сказал, какое будет решение. Решение будет принято. Просто заранее вас благодарю, Александр Георгиевич. Что касается Минской области и то, что вы говорите, пеняется на погоду, да, у вас есть районы, я это видел и вижу, у вас, ну, половина районов, половина площадей земельных ресурсов подгорела. Не сгорела, как в Витебской области там на востоке и северо-востоке. Подгорела, это так. Но южные области и другие, отчасти некоторые западные, все-таки Господь не обидел. Поэтому у вас так на так ситуация. Естественно, что касается погодных условий, я это прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Если 40 дней в стране не было дождей, то, естественно, на всех районах это как-то отразилось. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но таки от вас этого и не требую. Если вы 10 с лишним миллионов в прошлом году смогли зерна взять, всех культур, так я прошу от вас 9,5, ну, 9,3, не надо 10,5, этого урожая нет сегодня. Такого я не помню вообще в истории, чтобы полтора месяца не было дождей полстраны. Но 9,3, 9,5, надо собрать. И мы можем собрать, если организуемся, и у нас будет нормальная дисциплина. Если механизатор будет отвечать за состояние техники, и чтобы шлейф зерна после него, после комбайна не высевался. Это же работа инженера, агронома, руководителя, и прежде всего механизатора. Сохраним зерно, которое сегодня есть в поле, значит, будем иметь урожай. Поймите вы, наконец, ситуация непростая. Я жестко с вас требую и уговариваю не потому, что делать нечего. Ситуация очень непростая. Поэтому нам надо, как рачительным хозяевам, иметь кое-что в запас. Кто может сказать, что будет в конце года или в следующем году? Никто не может сказать. Поэтому давайте будем создавать запасы и резервы. Чтобы у нас было и зерно, будет зерно, значит, будет, чем кормить животных, птицу. Ну и пойдешь в ближайшее время, когда там на сентябре по животноводству семинар, в начале сентябра встретимся и жестоко поговорим по вопросу падежа. Это же не дело, что мы гробим скотину в то время, когда от голода люди умирают. Мы же можем это получить продукцию, прежде всего мясную, молочную и продать, хорошо продать. Вот откуда эти требования. Поэтому везде должна быть дисциплина. Все решения приняты, карты у вас в руках. Требуйте от механизатора до ярких специалиста, руководителя до члена правительства. Продолжение следует...